И возникла некая такая заминка, дело в том, что мать сказала слова о том, что надо разделить этот рук поровну из-за двери, не видя девушку. И когда девушка вошла, дело в том, что братья, слово матери для братьев было законом, и все, что говорила мать, они беспрекословно исполняли. И тогда мать сказала, что эти слова, которые она произнесла, она произнесла не от своего имени, а от имени Божественного плана. И поэтому Драпади должна стать женой всех, кто с пяти. И она сказала, что Нарада придет и разрешит эту ситуацию. И meanwhile, the king, who was the father of this Драпади, he was puzzled, because he wanted to have some king, some young prince of the kingdom to be his son-in-law. And these fellows, they are like beggars, and he won his daughter, and what will be the fate of my daughter? So he wants to know who are they. Because, in fact, from the childhood of this girl, he wanted Arjuna to be his son-in-law. Хотя, на самом деле, с самого рождения девочки, он хотел, чтобы его мужем ее стал Арджуна. Но он был абсолютно уверен, что Арджуна вместе со своими братьями и с матерью, они погибли в этом огне. Именно поэтому он и придумал это испытание, потому что если бы, как он полагал, Арджуна был джип, то он сразу бы, без всяких колебаний, отдал бы свою дочь за него. Он сказал, что он был джип, в рамках жизни, и которые были в висце, и его родители муни, он сказал, что он был бы с муниной джип, то я был бы с ним, но что вы 뭔�? И он был бы я, а он – и ей, и она – и она, вот он – и она была бы джип. Но, я могу сказать, что он был бы здоров, но он был бы с ним, что он был бы с ней, но как вы будете с ним делать, и он был бы с ним. Что вы делаете? Я кинь, и она моя дочь, но, соответственно, я дам вам, что вы делаете, что вы делаете, как вы делаете с ней? Он спросил их. А что же вы теперь собираетесь делать с ней? И тогда они сказали отцу Драупади, что мы должны все пятеро жениться на Драупаде. И тогда отец Драупади вообще был удивлен до крайности. И тогда Нарада пришел и сказал, что этот человек никто иной, как Арджуна. И тогда Нарада сказал, что это божественный план, что она должна стать женой всех пяти. Он сказал, что это божественный план, что она должна стать женой всех пяти. И тогда он сказал, что она будет в семье, и она будет в семье, и она будет в семье, и она будет в семье. И Нарада объяснил, что каждый из братьев Квандава будет нужен Драупади по одному году. И он сказал, что на самом деле Драупади это не просто женщины, а женщины это божество, которое было послано для того, чтобы братья были приближены к Богу, и чтобы они выполняли свою миссию божественную. Они работали для Бога. И также Нарада сказал, что она родилась прямо из огня. Поэтому она не как другая женщина, и не как физическое тело, как другая женщина. Она – Девайн-Беин. И они также – Инкарнация Девайн-Беин. Таким образом, этот братьев – это другая вещь. Это для более высокого способа. И не сравнивайте этот братьев с братьев этих человеческих. И дальше Нарада объяснил, что Драупади родилась не так, как обычная женщина. Она родилась из священного огня. И она вообще является воплощением божества. И поэтому не надо рассматривать вот эти вот отношения, как отношения простых людей. И таким образом Драупади стала как бы и направляющей силой, и защитницей этих пяти братьев. Она стала связующим звеном между Господом Кришной и Кришной. Именно Кришна и Драупади были как брат и сестра. Помимо того, что у них было одно имя. И Кришна сказал братьям-падавам, что когда с Вами Драупади, это все равно, что Я с Вами. И Кришна сказал, что она была воплощена как инструмент для Моего работы, как Вы воплощены. И поэтому Ее присутствие важной для всех Вы, чтобы проводить Моего работы. Это то, что Кришна сказал им. И он сказал, что Драупади была рождена как инструмент для моей работы. И поэтому для того, чтобы Вы работали для меня, мне очень важно, чтобы этот инструмент был рядом с Вами. Вот это и есть ответ на Ваш вопрос. Теперь, я думаю, стало ясно. А вот теперь у нас ответы. Спасибо. Спасибо.